Сформулировать на основании данного создавительного подхода. Сформулировать можно в следующем, что в странах Запада, даже при всей критике данной политики, политика мультикультурализма достигла своей эффективности, потому что на сегодняшний день там нет каких-либо крупных социальных конфликтов, но на национальной почве. Это с одной стороны. Второй вывод. Политика мультикультурализма в каждой стране по-своему уникальна. То есть там вот есть набор вот этих основных технологий, которые я не говорил сейчас. И третий принцип. Национальные проблемы России не идут ни в какое сравнение с национальными проблемами любой из приведенных стран, потому что наши проблемы глобально глубже, сильнее, и наши проблемы действительно, по сравнению с проблемами Запада, настолько, как бы сказать, проблемы Запада венеца выиграют, не строятся сейчас и с проблемами Российской Федерации по национальному вопросу. И, ну, во-первых, Наталья, смотрите, на Западе нет таких уникальных образований национальных, как Республика Дагестан. На Республике Дагестан, в Конституции этой Республики, прописано только, что шесть национальных языков являются там системообразующими. В Дагестане, к примеру, есть какое-то село горное. Там живет один этнос. Буквально десяти километров, второе село, там живет другой этнос. И они могут не понимать, как они общаются на разных языках. То есть, к примеру, Республика Дагестан, проблема одной республики, мне кажется, сопоставима с проблемой всей Германии. Потому что как удержать в едином российском пространстве поликультурный один только Дагестан, а у нас еще помимо Дагестана есть Чеченская Республика, хотя она стала гомогенной, тоже там большие проблемы. У нас есть Ингушетия, у нас есть Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, где живут два этноса, живут русские, и они между собой постоянно находятся в этих движениях. У нас есть нерешенные проблемы на Кавказе, настолько глобальные. Плюс у нас есть второй фактор. У нас есть внешняя миграция. Россия занимает первое место по часу мигрантов, я же повторюсь. 13 миллионов человек нам приезжают. И с этим что-то нужно делать с данными социальными процессами. К сожалению, на сегодняшний день политика государства сводится не к развитию, не к управлению данными социальными процессами, а к политике ограничения. Например, недавняя новелла Федеральной Миграционной Службы заключается в том, что Федеральная Миграционная Служба за деньги бюджета создает виртуальную карту миграции России. То есть будет отмечено регион, будет численность там написана, и сколько мигрантов туда въехало, и на основании этого они будут делать вывод о конфликтогенности данного региона по национальным факторам. Но это же бред, потому что конфликтогенность не зависит от количества мигрантов, она зависит от других факторов. От умное образование, от наличия культурной инфраструктуры, от наличия сформированности информационно-коммуникативного пространства, от знаний людей о мультикультурности. Вот тут так на скидку могу с этих факторов сказать. Потому что... Толерантность или бездавное население? По большому счету, да. Толерантность. То есть это не зависит от количества приезжих.